Мы учим человечеству плавать по-новому. Всем привет! Мы находимся в Ярославле, примерно 300 километров от Москвы, недалеко. Большой город, около 600 тысяч человек. В это трудно поверить, но мы едем навстречу с изобретателем велосипеда. Но не простого велосипеда, Иван, какого? Водного велосипеда. В 3500 году до нашей эры человечество изобрело колесо, которое стало настоящим двигателем прогресса. Вначале это был круглый валун, затем появились деревянные спицы, позже деревянное колесо заключили в железный обод. И с тех пор люди не останавливались. Разнообразные телеги, мотоциклы, автомобили, велосипеды – без всего этого мы уже и не представляем современный мир. Колесо – это наше все. Так же думали и братья Чебурашкины, пока не познакомились с ярославским изобретателем Алексеем Лукьяненко, который утверждает, что переизобрел велосипед, на котором без труда можно переплыть целую Волгу. Это похоже на ствол дробовика даже не 12-го, а 8-го калибра, я бы сказал. Это часть рамы Сибайка. Здесь мы видим карбоновую трубу и титановые болты, крепеж. Карбон – дорогой материал. Кто его делает, кто поставляет? Мы применяем трубы фабричного производства, потому что бессмысленно самим делать трубы, в том числе и сделанные в Белоруссии, в том числе в Санкт-Петербурге, в том числе в Китае. Пловец развивает усилие на педалях в 160 кг, будем так говорить, нормального сложения. И, соответственно, эта рама должна выдерживать как минимум такую нагрузку. Сердце Сибайка – это, конечно же, редуктор. Это аналог передач на велосипеде. Но достигается это не в редукторе, а достигается это изменением шага винта. Крутить легко, но плывешь медленно. Или крутить тяжело, но плывешь быстрее. Каждый спортсмен может подобрать эту нагрузку под себя. И отсюда и появляется комфорт, отсюда и появляется возможность проплывать длинное расстояние. Вот если мы возьмем редуктор, который можно купить за деньги, то при таких нагрузках он будет весить 4-4,5 кг. А нам нужен редуктор в 400 г, в 10 раз легче. Поэтому этот редуктор мы проектировали сами, изготавливаем ее сами. Особенность его в том, что корпус редуктора пластиковый. А все металлические части, которые вы видите, они сделаны из титана, из сплава… То есть это даже не карбон, это пластик? Это… Карбон тяжело такую форму, да? Стеклонаполненный полиамид в данном случае, корпус. Да, здесь карбон мы не применяем. Не люфтит. Попадание воды допускается или нет? Вы сказали – титан. То есть он не ржавеет, но если соль, если налет, то, наверное, это повышает трение. Вода дырочку найдет всегда. Это следующая такая особенность редуктора. Если сделать его защищенным, полностью защищенным от проникновения воды, то будет весить он даже не 4 килограмма, а гораздо больше. Имеется в виду манжеты, болты, уплотнения, рассчитанные на… Мы ныряем до 40 метров, соответственно, около 4 атмосфер или более. Мы выбрали другой путь. Вода внутрь попадает обязательно. Мы и не препятствуем этому. И охлаждает внутри редуктор. Мы препятствуем тому, чтобы вода вытекала из редуктора. Манжета устроена так, что туда заходи, а назад… А назад никак. И внутренняя полость редуктора заполнена пластиками, вставками. Максимально, да? Да. Таким образом, воды туда может попасть ровно 20 миллиграмм. 20 миллиграмм – это полстопочки. Полстопочки воды… Полстопочки Ивана – это там 200 грамм будет, ага. Вода попадает внутрь и остается там навсегда. Следующая вода уже не может попасть внутрь, потому что место занято. Там образуется свой такой… Микроклимат. Микроклимат, да. И коррозия останавливается. Потому что электролит, вода – это электролит… Исчерпался. Да, он превращается либо в щелочь, либо в кислоту, и коррозия останавливается. Кто делает пластиковую часть, кто вставляет туда вставки, вот эти металлические шестерни? Мы заказали пресс-форму, в которую помещаем закладные из металла, заливаем это все полямидом, и потом обрабатываем на токарном станке, уже получаем вот такую деталь. В редукторе нет масла, он сухой, и вот та самая вода, которая попадает туда, она служит смазкой. Ну, мы в любом случае несем ответственность, как производитель. А сколько гарантия у него? Два года. Когда мы продаем за рубеж, а мы продаем более 80% за рубеж. Более 80%? А сколько стран? Интернет позволяет продавать куда угодно. То есть человек из какой-нибудь Батсваны может просто заказать у вас в интернете доставку, и вы отправляете? Да, мы его регулярно отправляем на Палау, или куда-нибудь в Индонезию, или в Таиланд. А сколько стоит отправить куда-нибудь в конец света, я не знаю. Ну, пусть будет Южная Африка, тем более, что у вас работают специалисты оттуда. Сколько стоит в рублях? Это стоит 45 евро в Южную Африку. Да. При цене товара в 350 евро. Понял. А с детства тяга к изобретательству? Да. Вы знаете, изобретатель подобен флюсу, мы это знаем. Что первое такое можешь вспомнить из придуманного тобой? Я заточил коньки. Друзья сказали, что мои коньки плохо наточены. Я взял напильник и заточил их как следует. Как нож. Ага. Ну и как, получилось ездить? Это был первый опыт. Мы знаем, у тебя есть старший брат. Да, я женат, у меня трое детей. И один старший брат. Вы вместе работаете? Да, мы вместе трудимся. А на сколько лет он у тебя старше? Он старше меня на 8 лет. Он дизайнер. И все, что вы видите кругом красивого, это его рука. Раз мы чуть на дизайн переключились, название Сибайк вообще, кто придумал? Мы думали об этом с братом. И это такое коллективное творчество. Слушай, неужели не было запатентовано? Потому что Сибайк, это может быть и велосипед, на который садишься, он плавает традиционно. Не было. А, наверное, не слово запатентовано, а нарисование. Товарный знак. Товарный знак. Конечно, слово Сибайк трудно запатентовать, это слово. Но товарный знак, теперь он наш. Ладно, ладно. Первая модель была создана ровно за полдня. Вы знаете как? Раньше были такие дрели ручные, помните? Точно. Которые упираешь в плечо и крутишь рукой. Вот мы прорезали отверстие в корпусе дрели. К другому концу валу приварили второй шатун. Вместо сверла зажали грибной вал. Там фанерный винт. А вместо плечевого упора прикрепили эту дрель к поясу. И вот с таким изделием я переплыл Волгу туда-обратно за 10 минут. Так что прототип был сделан за полдня. Это было в 2010 году. Я надеюсь, ты начинал не с Волги, а с бассейна, например, да? Нет, с Волги, с Волги. Это был десятый год, 10 лет назад. Вы с братом начали сразу работать, когда закончили институт? Или все-таки позже прошло какое-то время, вы решили объединиться? Какая динамика была? Нет. С самого начала мы организовали компанию вместе с братом. И катали этот снежный шарик. Сначала он был шариком, потом стал шаром, потом комом. Так вот докатали до сих пор. То есть заработали. На чем вы заработали? Просто интересно, как строится база, как строится бизнес. На чем вы смогли заработать, что послужило основой? Здесь никаких секретов нет. Я думаю, нет. Мы очень мало тратили с братом. Все, что мы зарабатывали, мы оставляли в деле. Это мы и называем катать шарик. Нехитрый секрет. С другой стороны, мы работаем 27 лет. За 27 лет. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребята, у нас была небольшая тренировка. Мы минут, наверное, 40 плавали. Сейчас попробуем посоревноваться. Вот этот джентльмен будет меня обгонять, а я буду его. И это будет практически, так сказать, результат одной тренировки. Посмотрим, как получится. Ощущение интересное. Все по-честному. Никакого фотомонтажа. Поначалу чуть-чуть как бы боишься надавить больше, мне кажется. Как тебе кажется, тебя развернет или что-то, а газ отхочет. А потом ты понимаешь, что вовремя надо компенсировать второй ногой. И когда вот эту вот... А потом третью ногу надо. Слушай, я не пробовал. Давай. Хорошо не спеша лететь под водой. Вот это, по-моему, самый комфортный. И ты действительно далеко двигаешься. Гоняться, мне кажется, перебор. Но мы сейчас попробуем с тобой. Попробуем. Да, 50 метров всего. И у нас есть приз для того, кто победит из вас. Нервы на пределе. Кровь бурлит в венах. И посмотрим, кто лучше натренировался. И кто из нас вообще чего стоит. Это... Мы называем его Роберт. Каждый сибайк, который мы выпускаем, каждое изменение в конструкции должно отработать 500 часов на этом стенде. Как будто самый сильный спортсмен плывет без остановки месяц. Проверяйте надежность конструкции, да? Да. Сибайк не должен проявлять никаких признаков усталости или выработки или чего-то такого. Первая модель весила 3,5 килограмма. И нам это казалось вершиной инженерного искусства. Да. Вторая модель весит 1,8 килограмма. То есть вдвое легче. Ну, круто. Благодаря применению карбона и титана. Угу. И сейчас в проработке находится модель 3,0, которая будет весить менее килограмм. То есть вам нужно соблюсти прочность, вы говорите, карбон и титан, да, используете? Конструкция должна быть не просто легкой и прочной. Она еще должна быть дешевой, но крепкой. Ага. Она должна быть технологичной, но эффективной и так далее, и так далее, и так далее. Сама идея, она… Ей больше 100 лет. Крутить педали, вращать винт и плыть вперед. Но конкретная реализация, конкретная конструкция, вот это и есть наша заслуга. Это наш продукт. Это то, что защищено патентами России, США, Китая, Италии, Англии, Франции, Испании, Турции, Египта. И, может быть, что-то забыл. Ну, смотри, когда мы закончим, Иван хочет здесь пару недель покрутить вот эти педали. Только мне молока надо налить сюда, чтобы я хоть сметану сделал, масло взбил. Точно. В центр Ярославля внесен список мирового наследия ЮНЕСКО. По количеству исторических памятников. Которым находится 140 исторических памятников. Место называется Стрелка, две реки соединяются, Волга и Которосль. Видимо, Которосль, да. Что еще мы знаем про Ярославль? Усилиями Федора Волкова в Ярославле был основан первый русский профессиональный театр. Который, видимо, потом забрали в Питер. Первое представление проходило в Кожевином амбаре и произвело фурор, о котором даже говорили в Питербурге. Ярославль основан Ярославом Мудрым. Дословно обозначает принадлежащий Ярославу. Ну-ка, легенду расскажи. Была легенда такая, что Ярослав Мудрый приехал на Волгу усмирять жителей местного ближайшего селения и говорит, чтобы они не грабили волжские караваны. А они в ответ натравили на него медведису, которую он доблестно зарубил своим топориком и тут же основал город уже так, чтобы затвердить результаты. И вопрос о нападениях на караваны... Все стихло, да, сразу. Снялся. В 19 веке здесь была выведена ярославская порода коров. Получилось настолько удачной, что всего через 20 лет уже 300 тысяч голов паслось в окрестностях. Было 400 маслобоин и 800 сыроварин. Ярославль. А чем вы занимались первое дело? Мы продавали запасные части для мотоциклов «Ишь Юпитер Спорт» и «Ишь Планета». Помните так? Интересно, конечно. После этого бизнеса, что следующее было у вас профессионально? Потом мы стали делать рентгеновские аппараты медицинские. Мы начали с того, что мы продавали рентгеновскую пленку. Ну, а потом к рентгеновской пленке стали продавать рентгеновские аппараты. А потом, вместо того, чтобы покупать и продавать рентгеновские аппараты, мы стали делать их сами. Вы до сих пор это делаете или нет? Да, конечно. Только сейчас основное направление – это цифровой рентген. Вы знаете, что произошла революция, так же, как фотографии. Раньше все снимали на пленку, а теперь на цифру. То же самое и в рентгене. Раньше была рентгеновская пленка, проявители, закрепители, фиксажи, а теперь все цифровое. И вот этим мы и занимаемся. Пишем программное обеспечение, базы данных, облачное хранение, удаленная диагностика, телемедицина и все такое. Ваш конкурент – General Electric или кто? Я не понимаю. Масштабы вашего дела. Это наши коллеги. Офигеть. Какой объем продаж у этого бизнеса годовой? Зависит от года от 4 до 6 миллиардов в год. Что еще? Чем еще вы занимались? Еще мы строим суда. Суда для туризма. Суда с прозрачным дном, крылатые. Мы выпускаем раньше одно судно в месяц, сейчас 12 в год. Сейчас 20 в год. Расширяем производство, чтобы сократить очередь. Сегодня заказчику приходится ждать 2-3 года, чтобы получить наше судно. Почему такая очередь на несколько лет придет? В чем преимущество перед другими, перед остальными производителями? Во-первых, наши изделия защищены патентами. Патентами на промышленные образцы. Очень непросто сделать необычный корабль. Как правило, такие попытки заканчиваются тем, что корабль выглядит комично, смешно. Вы видели наши суда? Они не выглядят смешно. На этом весь секрет и заканчивается. То есть это рука Александра, моего брата. Он проектирует такие суда, которые привлекают туристов, которые не выглядят смешными. Промышленный дизайн, да? Да. Это и есть наше основное конкурентное преимущество. Мы строим суда для бизнеса. И турист должен захотеть прокатиться на нашем суде. Я так понимаю, это большой бизнес. Ну, аналогичный вопрос, какой оборот? Каждое судно стоит от 200 до 500 тысяч евро. А выпускаем мы их, как я и говорил, 20 в год. Дальше посчитать нетрудно. Подождите, а ракеты вы не строите? Может быть, у вас коллега Илон Маск есть такой? Нет? Мы об этом думаем. Кстати, вопрос. Кого вы считаете из интересных? За кем вы, так сказать, смотрите новости? Изобретателей или стартаперов? Путь, жизненный путь. Кого вам интересно рассматривать и следить за кем? Как и все, я восхищаюсь и преклоняюсь перед работой Стива Джобса. Вот это, пожалуй, для нас пример. И для меня, и для нас. И старт из гаража. И результат. Вот это пример для нас. Мы пообщались с Алексеем, и он очень сильно нас удивил. Меня даже больше восхитило не столько изобретение, а сколько опыт человека и масштаб, умение отвечать на вопросы. Это один из самых опытных людей, с которыми я разговаривал. Он любит этим заниматься и верит. Это, мне кажется, счастливый человек. Это составляющая счастливого мужчины, по крайней мере. Слушай, а оно так вообще остужает. Главное, себе педалью в челюсть, не знаю. Очень популярный вопрос. Раз уж у вас в руках, подождите. Так. Травмоопасность винта, да? Да, травмоопасность винта. Отвечаем всегда так. Винт можно остановить в любой момент рукой, без повреждений. Давайте проведем эксперимент. Вот в воде вот такая частота вращения. Соответственно, можно... Вращайте, вы плывете. И вот... Слушай, давайте я тоже хочу. Да. Ну, нормально. Винт не имеет острых граней. И частота вращения его невелика. Поэтому мы обходимся без всяких защитных колец, сеток. Филистронов. Они бы усложнили конструкцию. Усложнили, утяжелели. Загрязнение было бы, да. То есть, вот... Это самый популярный вопрос. Первый. А вот винтом я вот не поврежу ли что-нибудь? Стенку бассейна или соседа пловца? Слушайте, а если бы было, например, как мягкие резиновые, не мягкие, а относительно мягкие, работало бы или нет? Я понимаю, что вы меняете угол. То есть, он должен быть жесткий. Винт. Но... Смотрите, просто смотри. Я предполагаю, что если я сейчас уронил бы его, то винт бы отвалился. У меня есть предложение. Мы вам сейчас даем лопасть. И вы ее пытаетесь сломать руками. Если вы ее сломаете, сибайк ваш. Ты уронил, ты купил, называется. Вот лопасть, которую надо сломать. Попытайтесь ее сломать. Тихо, тихо. Сломайся. Давай об твой толстый лоб давай. Не, не могу. Хотел, конечно, на камеру. За четыре года выставок еще никому не удалось сломать. Да-да, прямо, чтобы уголком лопасти падал. Мы это называем beach use. То есть, когда человек берет велосипед и кидает его на камни, на песок. Он может его поцарапать, но сломать нет. Ну что же, пойдемте посмотрим дальше, как собираете его. Все-таки я потом по спине Ивану дам этим. Я думаю, сломается. Сколько у вас предприятий и сколько людей там работает, примерно? Всего в группе компаний трудится около тысячи человек. А почему именно вы нас пригласили на C-байк, а не куда-то еще? Это самый, на мой взгляд, интересный наш проект. Мы оцениваем его потенциал как самый большой из всего, что мы делаем. Мы учим человечеству плавать по-новому. И именно так. Громко звучит. Ваш брат разделяет ваше мнение, что это самый потенциально прибыльный проект? Безусловно. Иначе этого проекта не было. А как вы популяризируете, ну вот, школа C-байка есть, вы устраиваете какие-то соревнования, заплывы? И вообще, как продвигаете свою продукцию на рынке? Мы действительно работают школы, проходят соревнования. Но я хочу сказать об одном событии, которое с целью продвижения мы делаем. Каждое лето в июле мы устраиваем заплыв, который мы называем «Кросс Волга», «Переплыви Волгу». И вот те самые 800 метров мы плывем туда и обратно. И особенность этого заплыва в том, что плывут дети. Дети 10, 11, 12 лет. Без C-байка. Пареньку в 11 лет не переплыть Волгу туда и обратно, и при этом не устать. А с C-байком он может это сделать. Конечно. Без доски, без лодки? Без доски. Сколько детей участников? В прошлом году плыло 36 человек. В этом году мы рассчитываем уйти за 100 человек. Конечно же, вы можете себе представить реакцию отцов, когда их дети... Ну, они на лодках, наверное, рядом. Кто как. Я плыл со своим рядом. А, да? Тоже на C-байке? Да. А кто быстрее, вы или ваш сын? Сын, я так понимаю. Ну, конечно, сын пришел первый, вы понимаете. А сколько ему лет? Тогда было 10, сейчас уже больше. Переплыть Волгу для человека, который живет на Волге, это некое такое сакральное действие. Потому что это практически невозможно, если ты не пловец профессиональный. Вы сказали, что одна из ваших целей – это добиться, чтобы это было признано отдельным видом спорта. Да. Как вы усилия в этом направлении вы предпринимаете конкретно? Для того, чтобы любой вид спорта был признан видом спорта, должно существовать федерации в не менее 25% в регионах. То есть, если у нас 89 регионов, нам нужно иметь 20 федераций. Сколько у вас уже? Четыре. Мы идем по этому пути, это называется дорожная карта. Мы это делаем вместе с Федерацией подводного спорта России. Мы это делаем вместе со спортивным нашим министерством. Помимо признания видом спорта, что еще в вашей дорожной карте есть? Мы планируем и работаем над тем, чтобы побить, осуществить, поставить несколько рекордов. В том числе, как мы с вами и говорили, переплыть Ла-Манш. В том числе во фридайвинге, в дисциплине динамика. Это нырок в длину на задержке дыхания. Мы для популяризации Сибайка проводим соревнования в различных городах. Москва, Санкт-Петербург, Париж, Берлин, в разных. Где приглашаем на соревнования дайверов, наших коллег и друзей. И предлагаем им посоревноваться. Результат всегда один и тот же. Мало того, если один и тот же пловец сменит Сибайк на Ласты, результат тот же самый. Это КПД. Хороший пловец, Ласты, Моноласта, Сибайк. Какие отношения, на ваш взгляд, по КПД? У нас есть такая дисциплина. Мы называем ее 20 бар. Это плавание в бассейне с окнолангом или со скубой. Когда каждому спортсмену дается 20 атмосфер. И у нас есть такие цифры. Пловец с ластами на этих 20 атмосферах может проплыть 200-250 метров. Пловец с Сибайком может проплыть 600. Разница в трое. Кратная. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Победило дружно. Сбился! Слушай, упорная борьба была, упорная борьба была. Ты меня обгонял, я нервничал, я думаю, что надо придумать. Мы с ним договорились под водой просто. Как победителю заплыва на 50 метров, мы хотим от нашей компании подарить вот такой аксессуар. Это пончо, полотенце. На пляже можно одеть его, переодеться, заодно и выделиться. Заодно и выпили. Поздравляю. Хорошо, спасибо большое. Сибайк. Изделие очень, на мой взгляд, высокотехнологичное. Хотя ты сказал, что там сложных деталей нет. Тем не менее, качество сборки, обработки деталей меня удивило. Присутствие титановых частей, карбона. Все это сложно и не дешево. Цена 350 евро не так много, на мой взгляд. Интересна себестоимость этой штуки еще. Если, как он говорит, все материалы российские, если они десятером могут выпускать 100 штук в день, то, в принципе, себестоимость должна быть невысокой. И это увеличивает потенциал всего этого мероприятия. То есть и понятно, что Алексей видит и оценивает максимальный рынок. Это, грубо говоря, каждый пляж, каждый отдел проката. Сабы, канои, на любом пляже. Какая зарплата здесь и по Ярославлю, и у вас примерно? От 35 до 45 тысяч рублей. А в Ярославле? В Ярославле средняя зарплата, насколько я помню, 36, стало быть, около того. Мы платим не только деньгами. Мы платим себайк людям причастностью к новому, к интересному. Согласен. И все плавают. Все, кто делают себайк, с ним плавают. Ищут слабые места. И когда удается что-то сломать, мы этому радуемся. Себайк может быть присоединен к вот такой доске. Идея заключается в чем? Себайк можно пристегнуть к поясу, к тому самому универсальному креплению. А можно пристегнуть к доске. И тогда плавец ложится на доску, он может вообще плавать не уметь. Дети, женщины, люди пожилого возраста. Угу, держу. И себайк пристегивается к доске и, соответственно, отстегивается. Это крепление, оно универсальное, на поясе точно такое же. Эти доски клеим не мы. По нашему проекту их изготавливают в Китае. Мы клеим сюда уже наше крепление. Внутри только воздух или что-то есть? Нет, это воздух. Одна атмосфера. Это доска для подводного охотника точно так же. А что значит подводный охотник за рыбой? А подводный охотник сюда крепит свои ласты, ружье, дополнительное снаряжение. Себайком плывет километр, два или три, куда ему надо, к месту охоты. Потом одевает ласты. А зачем? Затем, что добраться до места охоты. Больше маневренности в ластах. Нет, в ластах проплыть километр или два. Нет, зачем он потом надевает ласты? Трава, камни. В чем подводная охота? Надо нырнуть и там затаиться. Там велосипед не нужен. Наизобретать всего можно много. А вот реализовать из всех наших идей… Самое главное – продать. Да, то, что мы можем довести до реализации, до производства, до продажи. И это самое главное. Поэтому изобретений очень много, но все они в столе, потому что невозможно воплотить все, что приходит в голову. Из этих идей отобраны… Вот судно – это рука, будем так говорить, и изобретения Александра. А Сибайк – это несущая идея, принадлежит уже мне, в свою очередь. Поэтому мы выбираем то, что мы можем реализовать. Вот эти идеи перед вами. Остальные, их много, я даже не буду на них останавливаться. Изобретать можно в любой области и все, что угодно. А вот реализовать… Согласен. Что вы себе подразумеваете по словам «реализовать»? Продать. И заработать, наверное. И заработать. Продать тут можно, да. Продать и заработать. Чтобы люди кошельками проголосовали за твою идею. Чтобы они поверили в нее. И признание – это продажа. Обязательно условия для продаж Сибайка какое? Успешных продаж, которые вы хотели бы иметь? Нам не хватает известности. Абсолютная новизна нашего продукта – это и плюс, и минус. Плюсы – это отсутствие конкуренции и так далее. Минусы – мы вынуждены объяснять, показывать, разъяснять, убеждать. У нас немало скептиков. Но мы знаем, что надо делать. И идем по этой дороге, не торопясь, но не отвратим. А какие основные каналы у вас? Ну, не реклама, а продвижение. Используете наверняка там инстаграм, соцсети, все, да? Да, наши ребята используют и социальные сети различные. В том числе и инстаграм, и фейсбук, и другие, не буду их называть. Мы проводим соревнования, мы продвигаем свой сайт. У нас есть канал YouTube. Одним словом, всего понемногу. А у вас есть представительство в каких-то странах уже за рубежом по продаже? Ну, конечно же, да. Мы развиваем и дистрибьюторскую сеть, и дилерскую сеть, и агентскую сеть, и амбассадоры. Слушайте, в каких основное? Больше всего в какую страну продали? Надо посмотреть статистику, но основной наш рынок – это Средиземное море. Это Франция, Италия, Испания. А в выставке существует спортивного оборудования? Мне представляется, что есть мировая выставка спортивного водного оборудования. Вы приезжаете, ставите себе баки, к вам приходят дилеры, продавцы, сети. Да, все так. Эта выставка называется «Бот-шоу в Дюссельдорфе». Это крупнейшая выставка в Европе. Ее посещают от 140 до 200 тысяч человек. И четвертый год подряд мы выставляемся на этой выставке и продаем все до последнего болта, что туда привозим. В Европе наверняка есть какие-то спортивные магазины или водные. С сетью подписаться и отгружать. Так можно или нет? Или вам неинтересно это? Нет, конечно, интересно. Мы это все и делаем. Но мне интересно продавать самому. Другая маржа? Что называется? Нет. Общаться вживую с покупателем. Тот, который отдает мне свои 350 евро и отдает мне не только деньги, он дает мне обратную связь. Что ему нравится, что не нравится, качество, что он хочет с этим делать. И выставка длится две недели. Каждый год я продаю сам сибайки руками. И для меня это очень хороший, интересный опыт, который мне нравится. При этом, конечно, мы заключаем соглашения с дилерами, с дистрибьюторами, с сетями. Мы делаем все, что нужно делать для продажи. Мы можем собрать до 100 сибайков в день на этих четырех постах. В день? В день. Это означает две тысячи в месяц. Сколько человек? Около 10-15 человек, с учетом снабженцев, водителей. Здесь собираем педальный узел. Сибайка разбирается на части и убирается в сумочку длиной 47 сантиметров. Он сделан для того, чтобы брать его в отпуск. Кстати, вот это та самая модель первая сибайка, которая весит 3,5 килограмма. А вот это карбоновая модель, которая весит 1,8. Ну-ка, подожди, подожди. Ну да. Отличие в том, что здесь мы не видим карбона. Здесь есть алюминиевый, магниевый сплав, полиамид и сталь. Слушайте, часто было, что человек опускает эту штуку, и она ушла на дно очень глубоко. Сибайк плавает, его можно бросить в воду, и он плавает как бревно. Вот этот навряд ли, а тот, наверное, да. Нет, и этот тоже. Слушайте, а какой вообще модельный ряд, сколько стоит, например, самая простая модель, сколько стоит самая… Ну, пределов, наверное, нет, если инхрустировать алмазами, бриллиантами. Первое разделение по росту человека – выше 170, ниже 170. 330 – это самая дешевая, и 380 – это уже модель побольше. Ну, и есть спортивная модификация для спортсменов. Там стоимость гораздо выше. 700? Тысяча? Около того. Да, около того. Самый популярный вид спорта в мире – это не футбол и не хоккей, это плавание. И мы с вами говорим о снаряде для самого популярного вида спорта в мире. Дальше, если мы говорим про потенциал, мы не ограничены Россией. Безусловно. Интернет позволяет продавать везде. Что вы и делаете, да. Пресс-формы позволяют штамповать тысячи этих снарядов. Соответственно, наши планы, да, они большие. По поводу патента. Дорого вообще это стоит? И сколько по времени, тем более в разных юрисдикциях разных странах? Первый патент, как я и говорил, мы получили в 2014 году на промышленный образец и на полезную модель. И завершили это к началу выпуска, к 2017 году. Три года мы получали патенты в разных странах. Стоимость везде разная – от 3 до 10 тысяч долларов на страну. А патент, например, европейский патент, он защищает от продажи аналогичного товара в Европе или от производства аналогичного товара в Европе, или от того и другого. Патентная защита – такая вещь, что ее крайне сложно обойти, если законы соблюдаются, и крайне легко обойти, когда на них не обращают внимания. Мы вынуждены мириться с этим. В цивилизованном мире мы имеем реальную хорошую защиту. В третьем мире – не имеем вовсе. Это так. В Китае не видели подобные экземпляры или нет? Нет, пока не видели. Обратный инженеринг не запущен. Если вы увидите, то какие действия будут интересны? Мы ждем. Мы ждем, когда кто-то начнет помогать нам делать продукт популярным. И поэтому защититься от копирования невозможно. Мы это знаем, понимаем, мы к этому готовы. И наша готовность заключается в том, что наше конструкторское бюро никогда не останавливается. Сейчас мы с вами здесь посмотрели первую модель и вторую. Третья модель, она на выходе, она готова. И когда кто-то будет копировать вторую модель, мы выпустим третью. Ну и так далее. А стоит ли вообще тогда вкладывать деньги в это? В патент? Да, тысячу раз да. Это связано с торговлей. Ну да, продавать в Евросоюзе никто не сможет, если он нарушит патент. Очень легко договариваться с сетями, когда свой продукт защищен патентом. А если есть патент? С точки зрения рассмотрения конкретно этого проекта «Сибайка» среди прочих твоих деятельностей, на каком этапе он сейчас находится? Вышел ли он на самоукупаемость или когда-то выйдет в ближайшее время? Какие обороты? Какие цифры можешь рассказать? Я бы начал все-таки не с цифр, а с того, что каждый проект проходит свои временные состояния. Когда-то он зарождается, потом он проходит стадию младенчества, потом он становится юниором, потом он взрослеет, а потом он показывает такие вещи, которые родителям и не снились. И с этой точки зрения как раз «Сибайк» сейчас находится в юношеском возрасте. И требовать от него больших отдач – это все равно, что требовать, чтобы мой сын в 10 лет меня кормил. Он будет меня кормить? Но плохо. Но позже. И хорошо будет. Но когда ему будет хотя бы 17, а лучше 25. Что касается конкретных цифр, мы сейчас продали примерно около 3000 «Сибайков» на сегодняшний день. Говорить о том, что мы вернули все вложенные деньги – нет, мы не вернули все вложенные деньги. Но мы собираемся продавать по 2500 «Сибайков» в месяц. И вот тогда мы вернем не только все, что вложено, но и заработаем все, что хотим. Этот проект не такой быстрый, как, может быть, хотелось бы. Хотя мы не требуем от него таких скоростей. Мы зарабатываем деньги сейчас в других налаженных направлениях и даем спокойно расти этому нашему пареньку. А вот когда он вырастет, даете ему здоровье и образование. Конечно, на Азию замахиваться тяжело. Учитывая наличие Китая и всяких других, Индии какой-нибудь. Но думаю, что он правильно говорит. Видишь, у него заготовлена на шаг вперед, так сказать, продумана эта концепция. То есть, когда кто-нибудь скопирует его модель, он выпустит следующую уже готовую. Это хорошо, но все равно, опять же повторюсь, у него качество сборки и детали отличные. То есть, это будет топовый продукт. Когда появятся копии, если не появятся, если будет тяга, если будет спрос, то копии будут менее качественные, но более дешевые – это тоже найдет свой спрос. То есть, это отъезд сейчас с рынка по-любому. Здесь из титановой заготовки получается сначала… Просто фрезовая обработка, да? Нет, это токарная обработка. Сначала вот такая косточка. Токарная? А, это такая. Потом фрезеруем и получаем шатун. Слушай, титан тяжело обрабатывать, да? Если ты не умеешь обрабатывать титан, то вообще невозможно. А если умеешь, если у тебя нужный инструмент, если у тебя нужны навыки, то как пластилин. Здесь мы видим универсальные станки, которые не требуют числового управления. Ну, как вы видите, наше производство выстроено вокруг продукта. Прямо-прямо нет ничего лишнего. Каждый станок предназначен для выполнения определенной операции именно для конкретной модели Сибайка. Нет, а я, между прочим, за то, что чем проще оборудование, тем лучше, если оно выполняет свои функции. Слушай, а я вот еще хотел спросить, эти станки, они не достались здесь вместе со зданием? Да, были они или нет? То есть они так выглядят, как примерно однокодки? Наверное, нет. Я поздравляю, что нет. Конечно, нет, но мы покупали их на других ярославских предприятиях машиностроительных, которые по каким-либо причинам перестали выпускать продукцию. Да, впечатление правильно. Мы покупали эти станки не новые, недорого. Если ты понимаешь, что такое настроить станок, обслужить, если ты не боишься сам его разобрать и собрать, а мы не боимся, тогда к нашим услугам парк очень большой. Алексей, несколько лет назад какая-то была награда от губернатора? Что это было? За Сибайк или за лодки? Я думаю, что вы говорите о… Это был 12-й год, это был приз «Золотой Меркурий», это был приз российской торгово-правочной палаты лучшему инновационному предприятию России в сфере машиностроения. Вот так… А за что вы получили 12-й? За суда на подводных крыльях. А гранты, субсидии что-то пользовались или просто не мешать? Нет, мы не пользовались ни субсидиями, ни грантами. Но нельзя сказать, что вы нам не мешаете дальше, мы сами. Это не так. Во-первых, разрешительная документация. У нас в стране, да и в любой стране, чтобы что-то сделать, нужно получать разрешение. Вот с этими разрешениями, со всеми всяческими. Построить на берегу верфь в водоохранной зоне, разместить производство и так далее. Власти нам помогают очень-очень существенно. Или вот мы с вами смотрели проект «Летающие лодки в Ярославле». Она стоит в самом центре, в самом лучшем месте, которое нам предоставило правительство Ярославской области, просто для того, чтобы в городе появился такой проект. Без хлопот особых и без затрат он был просто нам предоставлен. Вот такого рода помощь мы получаем регулярно, очень за нее благодарны. И мы это чувствуем по-настоящему. А вот про лодку «Ярославна», которую ты восстановил, и сейчас используется она как бизнес или для обучения? Что это вообще за проект? Это старейшая яхта города Ярославля. Она построена из стали в 1962 году, длиной 13 метров. И владелец, он умер. И яхта пришла в запустение, просто валялась на берегу. Мы все вышли из парусного спорта, поэтому мы с друзьями, их сменами договорились с семьей, получили эту лодку в дар, восстановили ее именно в память. На вашей верфи, да? Мы делали это, что называется, всем миром. И теперь это судно, на нем катаются просто-напросто все желающие приобщиться к парусному спорту. Я хотел про родителей спросить. Мама жива, отец нет. Они учителя. Отец физики, мама математики. Ага. Какой вот самый важный совет от отца в жизни? Ну, если бы я давал этот совет сыну, то я бы заставил его прочитать трех мушкетеров, много раз выучить наизусть. И это должна быть главная книга у мальчишки. А какой бы совет воспитания детей вы дали, скажем, ну, там, с пяти до десяти лет? Ну, я здесь не буду оригинальным. Я убежден, что родители должны дать образование и здоровье. А еще свободу ребенку дальше выбирать самому. У-у-у, какая дорога здесь. Мы едем на джипе на высоких колесах, и тут дыры такие, что очень не хочется попадать даже на нем. Странно так. Очень давно таких не видел. Ну, вообще дорога неважная здесь. Так гаишник стоит. По-моему, это… О, он колесо пробил, прикинь, гаишник. Из-за плохих дорог даже гаишник пробил себе колесо. Представляете? Здесь наш небольшой склад. Здесь хранятся готовые комплектующие. Вот, например, это педальные оси. То, что мы с вами видели. Это нержавеющая сталь. Вот эта сумка, куда убирается Сибайк. И весит он сегодня, как мы с вами говорили, 1,8 килограмма. Третья модель будет весить килограмм. Слушайте, а в багаж в ручную кладь не разрешают, да? Разрешают. Разрешают, да. У нас есть заключение от компаний, ведущих, остальные с ними согласны, что предмет не представляет из себя опасности и может быть взят в ручную кладь. Готовый продукт упаковываем вот в такие коробки. И грузим на палеты и отправляем. Вот этот самый пояс, куда крепится Сибайк. Вот он в готовом виде. Узнаете вот эту шайбочку, которую мы видели в производстве. Здесь она уже приварена. Слушайте, а спецназовцы у вас заказывают? Нет, морские котики, кто у нас там плавает под водой? Ну, будем так говорить, мы находимся в контакте с этими ребятами. Правда, кончилось все тем, что они сказали, вот когда ваш редуктор станет тише… Вечным? А, ну про звук, кстати, я тоже подумал. Когда мы вращаем педали, шестеренки шумят. Поскрипывают? Ага, они просто шумят, гудят. А в воде слышно очень далеко и хорошо. Дельфинов пугают. Вот, да. И ласты, они же бесшумные. Точно. А редуктор шумит. На мной к лучшему. Слушайте, да, действительно, кто основные потребители у вас? Как вы сказали, люди, едущие в отпуск на море, отдыхающие, компании, дающие прокат на пляже, да, это как спорт, пляжный спорт. Да. Кто еще? Дети. Самые лучшие наши клиенты, самые верные, самые такие ловкие – это дети. Дети плывут с сибайком сразу же на интуиции. Алексей, вы продаете мне ему, он уже покупатель. Вы мне только что продали сибайк, реально, у меня дети. Да. У меня трое, и все плавают. И все плавают. А с какого возраста, кстати? Мы пишем в инструкции с десяти лет. И плыть можно и раньше. Но где-то вот в десять лет у ребенка появляется хоть какое-то понимание опасности, и что можно уплыть далеко, и еще надо вернуться. Потому что, а так за ним смотри, а он… Как вы вообще выстраиваете свои дни, свои планы, что вам помогает? Есть какие-то подсказки, советы предпринимателям или вообще людям? Я пользуюсь программой «Календарь в Apple». Да. Там сутки разбиты по часам. И вот каждый день мой календарь заполнен с шести утра до двадцати двух. Задача, которую я ставлю себе, это красный цвет, выполнил, меняешь на зеленый. Сколько удается в среднем в день поспать, в сутки? Я ложусь в девять вечера и встаю в шесть утра. Какие основные советы начинающему предпринимателю тире или дробь изобретателю в России вы могли дать? Совет очень простой. Надо верить в себя, надо верить в свою звезду и никогда не сдаваться. И все. Как повысить свою способность к изобретательству? Мое глубокое убеждение, что это как писать стихи. Либо дано от природы, и тогда как бы это сдержать. Либо не дано. И тогда, наверное, лучше поискать, что же вам дано. Это все. Какие три основных качества предпринимателя ты видишь для достижения успеха? Самое главное – честность, затем упорство и благодарность. Нужно уметь быть благодарным и своим людям, и своим партнерам, и своим покупателям. Это очень важно. На ваш взгляд, в чем цель жизни? Я еще ищу ответ на этот вопрос. Еще не нашел. Как всегда, в конце наша традиционная рубрика «Быстрые вопросы, быстрые ответы». Алексей, для вас. Мы вам задаем быстрые вопросы. Поехали? Как вы хотели быть в детстве, Алексей? Моряком. Что больше вас удивляет в 21 веке? Интернет. А какое бы событие в будущем вы хотели бы посмотреть своими глазами? «Полет на Марс». Три книги, которые вы рекомендуете прочитать каждому? «Три мушкетера», «Моби Дик» и «Преступление и наказание». Кто моральный ориентир? Джобс. А Генри Форд имеет для вас значение? Да. Что уникального было в нем? Он думал, что самый нужный аппарат – это трактор, а оказался автомобиль. Какой самый ценный совет, который удалось получить в жизни? Не сдаваться. Если бы не изобретательство, чем бы вы предпочли заниматься в своей жизни? Управлять кораблем. Какой бы первый указ был подписан, случись пост президента, например? Ну, конечно, о всеобщей справедливости. Ну, это тяжело воплотить все-таки. Семья крестьянам в бабрике рабочим, что ли? Да. Это невозможно сделать. Но, тем не менее. Если бы у вас было неограниченное количество денег, средств, во что бы их вложили? Не скажу про неограниченное, но если бы были свободное дополнительное, я бы организовал сеть детских школ плавания с сибайком по стране. В каждом крупном городе я бы сделал такую школу. И дал возможность детям плавать бесплатно. И самый простой вопрос. Что такое счастье для вас? Любимое дело. А теперь конкурс, друзья. Название компании и замечательного изобретения Алексея – это «Сибайк». Сейчас это звучит английскими словами. Но это англоязычное. Низчем нравится. Назовите своими словами, как бы вы назвали своими словами, русскими словами, изобретение Алексея. Пишите в комментариях название русскоязычное замечательного изобретения. И будет приз. Ты потупил глаза, но ничего. Во-первых, если название нам понравится, мы будем его употреблять официально. Это, кстати, серьезная. А во-вторых, подарим замечательный набор для пляжа, мешок для снаряжения, пончо-полотенце, шапка после воды, мешок для обуви. Всем, кто любит пляж, купаться, точно пригодится. Подписываемся на наш канал, звоним в колокольчики и пишем в комментариях лучшие варианты русскоязычного названия. Замечательного изобретения «Сибайк». Спасибо. Путешествуем дальше, общаемся с толковыми людьми. Спасибо, Алексей. Спасибо вам. Ну что, брат Чебурашкин, какие мысли приходят в голову, прогуливаясь вдоль великой русской реки Волги, в этом красивом городе? А мысли у меня такие, что мы уже год занимаемся нашим проектом, и это приносит огромное удовлетворение. И я считаю, что нам страшно повезло. Это для нас возможность общаться с такими интересными людьми. Кто бы стал с нами общаться просто так? Никто бы не стал. Возможность понять человека, постараться понять человека, углубиться в его историю. Путешествуя по России, мы видим великолепные города, богатую культуру, огромный потенциал людей, толковых людей. Вот эта встреча в очередной раз подтверждает мысль, что во все времена, в любой стране, в любой обстановке можно найти то, что улучшить в жизни людей. И заработать на этом денег. Ведь, как правило, все эти идеи лежат на поверхности. На поверхности. Ведь, как правило, всегда ты потом смотришь, оборачиваясь назад и думаешь, как же так к другому? И в том числе мне не приходила эта идея. Смотреть по сторонам, радоваться нашей жизни, видеть красивые, прекрасные города. И поменьше ныть. И меньше жаловаться и преодолевать. Изобретайте свой велосипед. Может быть, он будет летать у вас. Может быть, вы улетите куда-то. Пробую. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok